Политсибрус со ссылкой на прислужбу Минтруда России пишет, что Госдума приняла законопроект в первом чтении о ежегодном повышении МРОД. С января 2019 года минимальный размер оплаты труда в месяц составит 11 280 рублей. Для повышения зарплаты бюджетников решено направить 5 миллиардов рублей и еще порядка полутора миллиардов на зарплату работникам федеральных государственных учреждений. Общие затраты оценили почти в 14 миллиардов рублей. Аграрии Рубцовского района ждут достойную цену на пшеницу. Сельхозтоваропроизводители собрали урожай, но не спешат его реализовать, предпочитая держать на складах, сообщает Рубцовск.Инфо. Причина – низкая закупочная цена. Так, за пшеницу четвертого класса, которая составляет значительную часть урожая, зерноперерабатывающие предприятия дают по 7 рублей за килограмм. Пятый класс ценится еще ниже – 6 рублей за кило. Алтайский гимнаст победил на всероссийских соревнованиях во Владимире, пишет информагентство «Толк». В турнире приняли участие около 350 спортсменов из разных регионов России. Алтайский край представлял воспитанник Барнаульской спортшколы Олимпийского резерва Сергея Харахордина Денис Юров. Спортсмен одержал победу в соревнованиях на брусьях, а также стал вторым призером в многоборе и упражнениях на коне. А на кольцах ему досталось третье место. Барнаульцев приглашают на выставку ретро-транспорта. Она откроется 25 октября в Краевом 20 творчества детей и молодежи, сообщает московский комсомолец Барнаул. Ребята центра нашли и восстановили около 30 детских транспортных средств 50-60-х годов прошлого века. Это коляски, велосипеды, машины и рукоходы. Все их отремонтировали и привели в порядок. Добавим, среди экспонатов есть уникальные, к примеру, коляска-трансформер. Она стоила порядка 40 рублей, а это по тем меркам очень и очень недешево. Мужчина выгулял медведя на поводке по Алтайскому селу. Речь идет о райцентре Михайловского района, информирует московский комсомолец Барнаул со ссылкой на издание «Сельская жизнь». Мужчину с Мишкой заметили на центральном проспекте села. Как выяснилось, это был цирковой медведь. Его зовут Михаил, ему всего полгода, но он уже выходит на арену и может исполнять около пяти трюков. Дрессировщик рассказал, что его подопечный любит сладкое, особенно мед и бананы. По характеру добродушный и покладистый. В Михайловском он оказался проездом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова